Доброго дня всем посетителям моего канала. Я рад, что приходите ко мне на тренировки. Я очень рад, что проявляете интерес к тому, что я вам демонстрирую. Эти домашние работы для себя при наличии корта, но нету корта, ну и что? Ничто же не мешает нам разбегаться в площадях, маленькой дворовой площадки. Ничего не мешает. Мы перемещаемся, мы играем, мы выполняем теннисную имитацию, мы совершенствуем себя. И когда мы приходим на тренировки, нашему дорогому тренеру легче с нами работать. Тренера свои задачи. Надо нас подготовить или к соревнованиям. Или продолжить нашу спортивную, человеческую жизнь. Чтобы мы были более здоровенькие. Чтобы не зуели. Соблюдая здоровый образ жизни. А здоровый образ жизни, то я вам скажу, это не фантазия в наших условиях. Бегаем. Опять же соблюдаем свой интервал. Мы стараемся поезжать по времени, по объеме мастерского поединка. Раунда. Гонг. Бежали. Две минуты. Бегом назад. Бегом, бегом, бегом назад. Как можно дальше. Далеко бежим. Пробежали. Стена. Бегом. Бегом вперед. Интенсивность растает. Так и в боксе. Так и в жизни. Как в нашей подготовке. Конечно, вам будет легко. Вам не придется сговорить на камеру. При перемещениях. Я вам скажу, немножко затруднительно. Но в этом есть своя прелесть. Так как ты контролируешь себя. проговариваешься. Треться каждую буклочку. Бегом назад. Даймпинг. Назад. Назад. Вперед. Буклы. Помняли положение. Сыграли. Сыграли. Светочка. Бегается. Хорошо бегается. Ну и что? Хорошо пробежали. Две минутки. Пятьдесят четыре секунды. У нас другие правила. Чем в боксе. То у них там две минуты. Позвучали. Позвучали. Друга по лицу. По животу. Руками. Плаками. И пошли в уголок отдыхать. У нас так не получится. У нас гейм может продолжаться. Неграничено количество времени. Нет лимита. Перемещение. Выполнение их ударов. Так. Больше-меньше. Меньше-больше. Больше-меньше. Меньше-больше. Прям тренера в жизни. А не так хочу. Хотел, чтобы всё уже прекратилось пойти покушать. Жара. Выпечу них холодненького. А вот у них там мучается. Меньше-больше. Больше. Ну как ты играешь? Куда ты играешь? Я родители так говорю. Ну что? Ну что это такое? Я же больше не могу. Я не выдержу. Ребенок старается. Он видит. Он же не понимает, что происходит внутри. У родителей. Какие у них там домашние заготовки. Поэтому будем относиться к этому философски. Громадное спасибо всем, кто заходит на мой канал. Кому-то интересно. Мне нравятся ваши комментарии. От сердца. Понимаете? Вы пишите то. Ну как вам сказать? Как вы себе представляете? Понимушку удивляетесь? Как это можно? Ну да, это можно. Можно заниматься само собой. Ну нету корта. Ну и что? Нету стенки. Ну и что? Ракетка есть? Прекрасно. Ну нету ракетки. Ну все равно выполняем эти имитации. Конечно, это необычно. Но ты моя идея очень много лет. Я ее практикую для себя только. А мой сын сказал, папа, ну а чуть тебе не выпустить пару видео. Мне это интересно. Это будет полезно моим ученикам для домашней работы. Ну хорошо. Пошло и поехало. А вместе с этим приходят восстанавливания о теннисе. Идеи, которые можно дальше реализовать в теннисе. Для игры на выигрыш вы пришли на курт заиграть в теннис. Должна быть идея на выигры. А с чего начинается выигрыш? Конечно, с ввода подачи. А как вы вводите мяч в игру? Разные есть. Здесь очень разные есть. реплика, комментарии, как надо вводить мяч в игру. Я придерживаюсь той позиции, когда вы вводите мяч для подачи. Как будто это вы запускаете в космическое пространство ракету. Стоит ракета на пусковом столе в степи. И вы запускаете вашу ракету вверх. Пока прямая. Мы халибруем запуск ракеты. Наши аппаратуры слежения. Это наша голова. Этим интересны эти моменты. Сопоставление в космодроме можно запускать ракеты. Он Илон Маск. Королёв. Смотрим вместе. Подбородком. Поднимаем голову вверх. Прибрывались. Наша ракетка. Внизу отдыхает. Заслаблена. Левая рука работает. Придерживает мячик. Придержала. Придержала. Лежала. Лежала. Забросил за голову. Нежно нехорошо. Этот момент тоже используется для прогиба. И потом это же другая песня. Стараемся переди себя, чтобы здесь пройти вперед. Так все выполнили несколько раз. Посмотрели. Теперь ракетка. Теперь, когда мы выводим мяч, наша ракетка слегка замедляет движение. Она не следует одновременно. Надо соблюдать паузу маленькую, микропаузу. Создать свою личную линию задержки. Кто понимает, что в электронике. Два сигнала. Их нужно не совместить, а в порядке очереди. Эти проходят, а потом ты иди за ним. Так и в теннисе. Мы понимаем, выводим мячик. И как только мячик выходит. Вот считаем. 21-22. Где-то насчет. 21-22. Мячик где-то вверху. На счет 22-22. 22-23 он опускается. В зависимости от какой высоты вы его вывели на орбиту. Вы его вводите. И следует ракетка. Я сплетел. Ну куда надо, куда не надо. Вводим мяч. Проверяем. Когда поднимаем ракетку, мы стараемся следовать так, как нам сказал тренер. Тренера очень ревнилый. Он говорит, я тебе так не показывал. Выполняйки я тебе показывал. Ты у меня тренируешься. Ну и хорошо. Ну хорошо. В любом случае, если ракетка будет головка внизу, то вам будет легче ее поднимать. А вам не нужно напрягать уже сразу свой кисть, сустав, локоть, плечо. Расслаблено. Вот он поднимаешь тихонечко. Вот как болтается, как тряпка в руке, чтобы муху-хлопу. Резко получается. Да. Так и в теннисе. Медленно поднимаем. Медленно поднимаем. Выводи мячик. Поднимаешь рукой. И прилетела. Выводи мячик. Лука поднимаешь. И прилетела. В камеру? Да. Чуть не в камеру. Понимаете, эти трики, эти теннисные трики, это шуточки. Это технологии. Они говорят, вот у этого игрока подача 250 км в час. Вот и 240. И у всех противоречивая техника. Вот так начальное положение. Хорошо видно, да? Хорошо видно. Такое положение. А когда вы ракетку выводите вверх. Некоторые выводят ракетку так. Некоторые ракетку выводят вот так. Некоторые выводят так. Чтобы достичь позиции. Это такая терминология позиция трофея. Что такое стоите красивый, великий. Когда они позиция трофея. На мгновение все это. Не сразу. На мгновение. Ракетка опускается сюда. Уходит. Поднимается сюда. И уходит сюда. То есть получается вы делаете такое холестообразное движение. Без остановки. Ракетка ваша набирает кинетическое движение. Потому что какой смысл. Поднять так ракетку. Остановиться. Потерять кинетическую энергию. Потом. Некоторые разворачивают ракетку в кисти. Опускают ее назад. Чешут себе там внизу. Прогибают себя. И выполняют удар. Это техник. Поэтому. Не будьте суровы. К окружающему миру. Пусть они делают. Как они выполняют. Вы постарайтесь выполнять. Как вам может быть так удобнее. То есть. Рука так все прослаблена. Вот. Стоите. Посмотрели. на точке. Сравнили. Вывели ракетку. Рука уже здесь висит. Вот так рука уже смотрит в небо. А вы выводите ракетку. Не останавливаясь. Не прибиваясь. То есть. В этом ритме. Есть большой смысл для вас. Смысл. Вот. Вывели мячик. Не спеши. Не буду. Хорошо. Извините. Смотрите. Проверяйте. Кейс внутрь. Примерно так же как для удара слева. Понимаете. Специалисты говорят. Ну можно так в конце поворачивать. На мгновение. Но это практика. Выводи мяч. И посылай мяч. Получается. Ну что-то получается. У вас будет получаться. Обязательно будет. Только вы не спешите. Понимаете. Вам нельзя спешить. Ну некуда спешить. Вы пришли на тренировку к тренеру. Тренироваться к своему. Но дома вы выполняетесь в домашней заготовке. И у вас все получится. Потому что ваш успех кроется именно так. В выполнении ваших домашних заданий. И тренер скажет. Что такое. Дети ко мне ходят по 5 раз в неделю. По 2 часа. А этот. А это. Два раза в неделю. То не всегда. Играет не хуже их. Говорит за родители. Маш любимок очень. Девочки. Мальчик очень солидный. Очень такие перспективные. А папа скажет. Ничего не. Спасибо за каждый день. Добрые слова. А успех был в домашних заданиях. Понимаете. И он будет расти с каждым днем. Когда собирать мальчик. Пока. Пока. Пока.